Творческая студия позитивного мышления, силы и позитивные мысли, Татьяна Талмановна Макту, Сайфудин. Приготовила себе такой ужин, как в Париже. Сейчас поставлю загружать видео на мой канал YouTube. На мой канал YouTube. И пойду кушать на мой балконе. Видео пошло загружаться. Видео пошло загружаться. Сделала салат из помидорки. Сварила макарошки. С соевым мясом, с капустой, немножко красной имитированной икры, такой соус сделала. Уксус виноградный, подсолнечное масло, майонез, кетчуп. Так что? Сварила макарошки. Вот. Вот. Сварила макарошки. Макарошки. Продолжение следует... Лампочка перегорела, здесь немножко лампочка перегорела, где подно, эксклюзивное подно. Лампочка перегорела. 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 Так, вот аккуратненько, сейчас я повсюду покажу. Такой ужин как из Парижа, а, ходят рестораны, кафе в виде бьюти. Вот такая красотка. Ну что, здесь у себя очень красиво. Ну что, White Nights, сегодня, наверное, самая белая ночь, или вчера была самая белая, белые ночи в Санкт-Петербурге. Я вам покажу, потом разверну эту видеокамеру, вообще как днем, понимаете, как днем. 22 часа 42 минуты, вот. А, надо было еще у меня эти клипсы, еще клипсы надо было одеть. Надо как-то украсить, супер украсить. Ого, да. Ого, да. Ну что, такая у нас сегодня тема, без клипсы, без клипсы. Что-нибудь позже. Так думаю, что тут не хватает. Как хорошо. Как хорошо, что такой ветерок подул, шикарный. Ветерок. А вообще, конечно, на улице прохладнее, чем, например, у меня на кухне. Так, в общем, нагрелась квартира. Вот такая жара в Петербурге. Солнечная сторона. Вот. Это к чему? Я вам хочу сказать, такие, знаете, такие некоторые нюансы. Когда заказывала я окна, я заказывала пластиковые окна. В Петергофе, когда я жила, в Петергофе я приехала. Замерщик. 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 И он, ну, как бы, да, вот какие, какие окна, как говорится. Так что, если какие-то такие вопросы, нужно, конечно, самому изучить какой-то вопрос, за интернетить, и как-то посмотреть, поизучать. Поскольку уже, когда он стал говорить, а вот там, вот этот блок, вот это окно и вот эта балконная дверь, вы вот это вот окно хотите, чтобы оно было, как это называется, чтобы оно не открывалось, как называется? Потому что можно было заказать окно, которое бы открывалось. Вот. Можно было с форточкой заказать, и которое открывается. так же и в комнатах, так же и на кухне. Но там чуть дороже, понимаете? Но это чуть дороже, а там купается. Я сейчас понимаю, потому что если бы я заказала, чтобы у меня все окна открывались на распашку, настежь, вот это вот, тогда вообще, знаете, когда такая жара, все окна вот так вот открыла, такой вот проректор, не знаю, такая, как веранда вот эта вот. Вот. я сейчас понимаю, и мыть хорошо здесь с балкона можно, а там, понимаете, там у меня вот большое, вот в той комнате, которая без балкона, вымыть ту вот, как говорится, вторую, эту створку, которая не открывается. У меня вот было такие, вот знаете, такое, застекление такое было на балконе. Одна открывалась такая штука, там четыре, четыре такие большие, такие, знаете, как называется, из четырех половины нас состояло застекление балкона. Две открывались и две нет. Это было очень неудобно вторую, которую не открывалась, ее мыть, очень неудобно было. Да. Два. Продолжаем. Продолжаем. Вдох. Вдох. Хотя, знаете, при деньгах, когда есть деньги, оказалось недорого, а сколько пыли грязи вообще от этого. Вот. Чтобы старые окна снять, которые здесь по 30 лет были. Ну, там 28-х. Буквально была пару лет назад. Так надо было чуть дороже доплатить, а какой комфорт, какое удобство, понимаете, а вот такие вот дела. Хотя столько лет, здесь живу 30 лет, 25 лет постоянно. Вообще на кухне обходили со всего форточку, очень редко, когда одну створку там открывали, что там окна открывались, какие были, здесь окна были, старая конструкция 30-летней давности, у меня здесь была балконная дверь и окно было, которое открывалось, там все окна открывались, и на кухне, пожалуйста, можно было Насте же открыть. Мы это редко делали, только когда там окна мыли, что-то в этом роде. А так все лето пользовались маленькой форточкой на кухне и в той комнате тоже маленькой форточкой, там вообще не открывали там Насте же эти окна. форточка. Смотрите, конечно, приоткрывала тут балконную дверь, здесь у меня была не форточка, ну как обычно, знаете, окно-форточка, просто, знаете, такие вот нюансы, казалось бы, такие нюансы. А завтра обещают еще больше, в общем сегодня, днем, в форточка. В Петербурге. Ну хорошо, если будет переменная оплачь, может быть дождик будет. А так вот дома такая жара, а так, понимаете, вот это, открыл все это, Насте же, все эти окна, проветриваешь, ну это когда еще ветерок, должен быть хотя бы ветерок, конечно, для этого. все комфортно, а так такая жара, даже ночью 20-20 градусов. И 20 градусов ночью, показывает Яндекс, вот так, понимаете, накаляется внутри вообще квартира, что хочется, конечно, кондиционер. Кондиционер. Так что, вот так могут быть важны нюансы. Ну я вообще думала, квартиру я продаю, я продам, думаю, как-то, думаю, как в Петербурге уже там 4 этажа, у меня эллинг. Как-то я даже не подумала, знаете, эти окна там как-то открывались. Хотя, в принципе, может быть порточка, знаете, какая небольшая порточка, это как-то важно. здесь, понимаете, такое проветривание, микропроветривание, здесь какие-то такие нюансы из пластиковых окна. Ну так же ты будешь? Ну, если вы живёте, то хорошо, у меня здесь была пустая квартира. ничего не было практически. А если вы живёте в квартире, хотите поменять там эти окна или там вот это вот, как говорится, начинать нужно с того-то посмотреть, как это происходит. Может там у кого-то в интернете можно посмотреть. насколько вообще это грязно-пыльное вообще мероприятие. Ну и обычно, как, знаете, при ремонте плёнкой закрыться, не знаю, мебель, вещи. очень важный вопрос. Когда 32 градуса без ветря, а хочется прохлады, и понимаем, что… что квартира нагревается очень сильно. Хотя, если вы спросите, те, кто живёт в квартирах, где-то нижние этажи первые и ещё, например, северная сторона, я думаю, что у них таких проблем нет. что-то не знаю. Что-то не знаю. Doesленно в берёт. Спасибо, что я собираюсьpakать. Просто я вам тут с практики могу сказать, у меня же, знаете, вот это вот, я открывала эту балконную дверь, вот проветривается, дверь балконная большая, комната у меня хорошо проветривается, а створка, створка на моей кухне, на моем гранд-ресторанде, она не такая большая, она тоже открыта, ну, на веску так. Там тоже она у меня открыта настижь. И там достаточно жарко, на кухне. На комнате, здесь балкона, большое окно. И половина окна, половина окна там открывается. Если его открыть, поскольку оно, где-то, в два раза больше, чем кухонное, ну, там и комната больше. И воздуха намного больше, проветривается быстрее. Ну, так что вот. Ну, а это к чему? А это комфорт, только к этому VIP. Быть этой VIP-персоной у себя дома. Это знаете, как летать первым бизнес-классом? Это, знаете, вот, как я там, вот, загружала. Загружала на мою страницу ВКонтакте. Это Теяна Салмановна через эфир. Мы в сайт будем через эфир. Скорее всего, Теяна Салмановна для себя. Я такая интересуюсь, я загружала. Так что, кто интересуется, чтобы посмотрели. Теяна Салмановна для себя. Чем вот такое VIP-бизнес-класс? Первый класс даже более комфортно там получается. Кого-то, конечно, такие нюансы не интересуют. Ну, кого-то интересует комфорт, чтобы в любую погоду возможности было комфортно. Прохладно, так это все закрыло. Микро-проветривание, большое проветривание. Если жара, все нараспашку и проветривается. Ну, так и вывела. У некоторых может возникнуть призывный вопрос. Вот почему я решила такую вот молитву в мир за всем мир. Сейчас загружаю это видео. Как-то вот сегодня подумаю. Почему я сегодня решила об этом сказать. Так что вот 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в 41 году. А я подумала, основываясь на каких-то вот этих позитивных знаниях и вот этих вот, то, что я изучала в этих книгах, как говорят, можно прошлое изменить. Вот, я подумала, что если как-то вся Россия подумает, знаете, об этом в дне, знаете, я подумала, что может быть, если как бы вот подумают о мире во всем мире и вообще вот об этом начало войны, вот. И как-то если можно изменить вот это прошлое, то, может быть, они как-то вот подумают о мире, вот. И возможно, может быть, как-то это прошлое изменить, ну, сказать так, что, сделать так, чтобы этой войны как бы не было, я не хочу сказать, я просто хочу сказать, что на энергетическом уровне, вот, если они пошлют той дате начала войны позитивную энергию, вы следите за моей мыслью, возможно, может быть, можно изменить энергетику последствий, вот. Но сказать, что ее не было, так нельзя сказать, но, возможно, можно изменить вот эту энергетику, груст, 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 например, того блокада Ленинграда. Так что вот, ну, как бы о позитиве, понимаете, вот, как бы, потому что можно об этом что-то такое говорить, но я хочу о позитиве, чтобы изменилась какая-то в каком-то смысле вот эта энергетика. Поэтому именно в тот день, понимаете, в тот день, начало войны... Что-то там такое упало, что это такое? Кто-то что-то кинул... Конечно, не понимаю, что это такое... Посмотрите, посмотрите, что это такое-то... Как сварилось, то ли лист, то ли что-то такое... Кто-то что-то кинул... Вот, на балкон... Вон она, здесь 16 этажей, нужно делать лоджио... Заделывать... Ведь там, я вообще смотрела, интернетела... Вы знаете, вот, вообще, Адольф Гитлер хотел быть художником... Ну, то ли он там не поступил, как-то у него не получилось... Если бы его взяли в эту художественную школу, он бы стал этим художником, известным художником... Может быть, и войны бы не было, вы поняли, да? Были бы такие художественные произведения какие-то вот эти... Если бы так вот рассуждать... Ну, думать, что кто-нибудь другой бы это что-то начал... Ну, это интересный вопрос, да? Если бы он стал, знаете, художником, там, вот это вот... Себя вот в этой живописи реализовывать... 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 Ну, я просто там в книжках и смотрела, и интернетила. Это вот эзотерики, позитивное мышление. Я читала неоднократно, они говорят, ну вот, перепишите свое прошлое, изменить свое прошлое. Я подумала, почему бы не изменить прошлое, чисто энергетически, вот такого вот события негативного. Поэтому и предложила всем россиянам вот эту вот молитву за мир во всем мире. Спасибо. А вообще, очень интересный вопрос, поскольку Нострадам предсказывал события далекой-далекой, так скажем, далекого-далекого будущего. Например же, некоторые видят, что будет. Он предсказывал, знаете, я читала уже его, да, где в картинках он там... Хотя вот как-то, да, как-то все это, Нострадам, по-моему, да, Нострадам. Получается, может быть тогда, если он задолго до этого предсказывал, то этого события было не избежать, понимаете? Я, я не знаю, я просто вот рассуждаю, если он задолго-задолго. Интересно, правда? Ну, я просто решила порассуждать. Хотя, конечно, молодежь, которая новое поколение, интернет-поколение, которая выбирает Pepsi, она мало что знает о войне, особенно Великой Отечественной, как-то им это как-то, знаете, может быть, не совсем даже очень как-то понятно, вот. Это то поколение советское, нам, знаете, такие патриотические фильмы показывали про войну, такие с позитивной, позитивной, знаете, такие вот, с такой цензурой позитивные фильмы. Вот, Наталья Борисовна, в одном из вас, она, правда, на одном из вас недавно увидела, сказала, что уже огромное количество людей прочитали ее книжки, наверное, уже половина практикуют, как-то зажигают такой, знаете, огоньки света в своих домах, понимаете, она становится лучше. А если таких огоньков, как я сказала, ну, в общем, с таким позитивом, с хорошим, с таким посылом, с таких вот квартир, вообще огоньков цвета будет больше и больше. Вот интересно, я думаю, если вот так вот каждый как-то вот, ну, для себя, для себя огонек света, сможет ли этот цвет, например, предотвратить какие-то вот такие боевые действия. Потому что, конечно, что говорит? Ну, вы посмотрите на Ютубе кадры блокадного Ленинграда, и вы сразу поймете. Одно дело – огонек света, и другое дело – молитва за мир во всем мире. О, гонек света, и другое дело – молитва за мир во всем мире. Дима там что-то про Украину, что он там говорит, про какие-то боевые действия, Дима, вы говорили мне про Украину, а как вы знаете вот этого, где там эти боевые действия, там в Украине, на Украине идут? Надо, я еще посмотрю, что-то Дима мне такое-то договорил, он, конечно, я там не смотрела, я не интересуюсь, я не смотрю такое, это даже невкусно, могу ошибиться, по Украинам. Я, конечно, не знаю, но это случайно не там, где эти бандеровцы, где они там, что-то там по-своему, когда там уже отсоединились от Советского Союза, они почему-то там бандера, он, короче, герой, и, в общем, у них там, в общем, типа такое, типа какие-то такие движения, стали там награждать вот этих вот преступников, делать их героями, что-то такое, я интернетила это, это случайно не там? Я, честно говоря, так, навскидку, понимаете, так, что-то там посмотрела, что-то там услышала, это какое-то, знаете, такое, я еще, наверное, надо будет мне еще посмотреть. Вдруг эти стали памятники открывать, вообще медали давать, в общем, вы поняли, да, я просто не хочу о плохом рассказывать. Если вы мне скажете, что они там воюют, где вот это вот, они наших советских солдат стали вот это вот все там поносить, и что вообще это никто, что это преступники, а бандера, ну вы поняли, да? Да, и там они воюют. Если они там воюют, то оси наукомин, это оси был просто какой-то наукомин, когда я что-то вот как-то, а вот здесь, когда телевизор там что-то показывает, совершеннейший нонсен, понимаете? Цветок, что ли, у меня пролетел здесь? Цветок пролетел. Ну, я бы сказала, если это там, вот где вот это вот все, они стали эти советские памятники, люди там, знаете, вот это вот 41-45, победа, они стали все это рушить, и вообще на самом деле, вы поняли, да? Если это там, я бы сказала, да и, короче, вот это вот, только людей жалко, потому что это мирное население, там смотрела, конечно, вот там кто живет, это мирное население, кто там вообще ни при чем, в принципе, вот это да, короче. Я бы так сказала, издалека. Хотя я об этом очень мало знаю, ну, то, что вот это показывали, то, что вот эти памятники и так далее, это совершенно нонсенсы какие-то. Так, 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 так. И сможем даже посмотреть, чтобы я, то, как я выложу это видео, что-то такое сказала, а сама точно не могу сказать, поскольку я когда-то, может быть, в новостях это показывали, я так чуть-чуть увидела, я этим особо не интересовалась, потому что это был такой нонсенс. Субтитры делал DimaTorzok. Потому что зверство фашистов не может никак быть, понимаете, поддержана ни в каких рамках, ни в каких формах, потому что она была свершеннейшим злодеянием. Вот. Вот такие дела. И является абсолютным злом, поэтому она не может быть никак поддержана. Иконцы лагеря, и различные эксперименты над людьми, и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот. Не знаю, вот такое мое. Знаете, в то видео, как-то я такая вся, она вот эта моя. Я говорю, это к чему? Ну, это к тому. Мы, понимаете, вот ищем подоплеку, почему они там воюют, если это правда там. Почему они воюют? Если это правда там воюют, и вот это вот все там, да меня это даже не удивляет. Знаете, как-то даже не говорите мне об этом, потому что, в общем, что тут вообще, но комменты. Сейчас мы с вами еще засмотрим это по интернету, чтобы я не выкладывала это видео. Вот это точно, вы знаете, вот так вот, какие-то там несколько сюжетов, и все. Понимаете, у меня такой вот этот экскурс, несколько сюжетов по телевизору, когда в новостях показывали, и все. Вообще нужна была, даже у меня ветер куда-то, куда-то исчез ветер. А, кстати, с вашим негативом. Короче, с вашим негативом исчез ветер. Надо было позитивно говорить. Я не знаю, что это, к чему? К Украине? К чему я стала говорить? Так что вот там, наверное, видео у меня уже загрузилось. Сейчас мы этот вопрос, ну что, уже так вот получилось. В общем, такая тема, ну что вы хотите, да, вот такая тема. Ну хорошо, все, значит, поднос, поднос я туда уношу, поднос. А, нет, сначала я поставлю, сначала я поставлю видео. В общем, здесь я скушала уже. Пожалуйста, вид на улицу, Белые ночи, Россия, Санкт-Петербург. Вот такие вот дела. Ох, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Ох. А, здесь я ставлю, здесь я ставлю. Сейчас я туда, надо включить там свет. Находит, наверное, жара. Там, наверное, прохладненько было, но есть такая жара. Подписывайтесь на мой канал. А. Мне там. Ох. Ох. Их. Ох. 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 включаю все свет включаю у себя проветривается пойдем к компьютеру сейчас мы с вами засмотрим быстренько непонятный негатив ах ты быстренько рассмотрим и все поскольку тут вот с этим негативом почему эта штука черновика федра не поняла а в общем сейчас смотрим в общем сейчас я показываю крупным планом ох такая красотка просто оргазмическая звезда вы смотрите мою авторскую программу творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли с вами я татьяна салман на макту сейчас видео загружаю то видео они уже подумали что они увидели вот эту королеву красоты так видите я уже забрендировала сейчас я это размещу на мой трансфейте пока Спасибо. 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 Вот, вы видели вот это видео, которое я сейчас загрузила? Ну да, я такая, прям такая, все такая, ну вот. И Татьяна Сталманна привлекает миллиардера Михаила Маратовича Фридмана. Так что вот, это не для вас. Обратите внимание, такая вот это вот, это в школе очарование прям вот это вот, вся вот это вот. Так что вот, обратите внимание, как я там говорю, это я привлекаю миллиардера Михаила Фридмана. Это такие, такие, немножко, знаете, такие вот эти нюансы, как это называется, искусство соблазнений. Это я его соблазняю. Можно так сказать, это не для вас. Нет. Я же сказала вот это. Я же сказала вот это, по поводу, что там на том видео. Ну, кого они там встали, там, каучу, глотку драть, короче, вот это, раздевать, короче, глотку-то. Вот это вот драть-то. Нам с вами вот это даже, вот это здорово, противно вот это, блядь. Так что вот. По типу здесь черных, короче, я там не дам сдавать квартиру черным. Я не знаю, вообще, как будто она тут что-то какие-то права имеет, вообще нахуй. Вообще обосраться. Сто миллиардов раз. Чтобы я черных на площадке не видела, короче, вот это. Ну, да, чтобы я черных не видела, короче. Нацисты, что ли, живут? Я вообще даже не поняла. У нас там все дворники черные. Она что, не возражает против дворников-то? Она такой, на нашей площадке, что ли, черных не хочет видеть? А что она мне-то говорит? Я что с ней вообще даже не разговаривала. Да. Я не знаю, что ли, что ли, что ли, что ли, что ли, что ли? Она что думала? Вот это вот напишет, даст, и ей это с рук, блядь, сойдет, нахуй. И она хочет вот это вот, чтобы я вот это вот, перед ней вот это вот, сейчас вот это вот рассказывала. Рассказывала. А я такая манкая в школе очарования, нахуй вот это вот. Как-то понимают. Какое-то, даст, и она. А я, как-то, даст. Эй, я, как-то, даст. И я, как-то, даст. Продолжение следует... 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 Они бы, знаете, в Татьяне Салманной пошли бы на передовую, штраф батальонам, все эти, знаете, как вот это, я как подумаю, ну это вообще, вот это вот, захренеть сразу, те, как-то вот это, а власть, значит, согласилась, значит, власть была как-то, ну, в общем, ладно, пусть там это, как говорится, 25 градусов, понимаете, уже почти 12 ночи, 25 градусов, меня, знаете, больше заинтересует, знаете, прохлада, здесь, знаете, жара вот эта вот, все, в общем, вопрос закрыт, даже не говорите мне, понимаете, если вы мне хотите сказать про войну на Украине, даже не говорите мне вообще ничего про Украину и про войну на Украине, так что вот, вопрос вообще закрыт. Вот смотрите, вот смотрите, понимаете, вот это, сейчас у меня высветило, смотрите, османского. Вот это вот, Татьяна Сталмана может просуждать, я на фильм два раза смотрела, великолепный век. Вот смотрите, османы ворвались там в какую-то крепость, а там был, в общем, какой-то там король, принц, и там вот свадьба, была свадьба, и в это время, короче, они ворвались, эти османы, захватили эту крепость. Вот, и конечно, там этих поубивали многих, а женщины они взяли, короче, в рабство, в рабство, короче, взяли, а хотя нет, она, по-моему, смогла сбежать, так что вот. Но она не простила, ее потом, таким вот путем туда, понимаете, в османский дворец, она сумела, сумела, по-моему, такая симпатичная, она в османский дворец сумела проникнуть, таким вот, быть наложницей, вот, там прислуживала. И представляете, вот ей даже удалось, вот там я вот вижу, да, смотрите, ей удалось, это за весь фильм, вот кому удалось, она, смотрите, она ножик, она все, этот ножик, короче, вот это вот, как говорится, вот там носила, где-то вот так, чтобы этого Сулеймана-то убить, за то, что османы убили ее жениха, вот. И смотрите, ей удалось, вот единственное, понимаете, единственное, этой женщине удалось его схватить, и даже, смотрите, она вот ножик держит, у его шеи, около его бороды, как она его не резанула, вот этим ножиком, вот резанула бы его по шее, и все, смотрите, там вот в фильме, я прекрасный этот момент помню. Так что вот, я, конечно, не знаю, это по историческим событиям, но я весь фильм смотрела, ни у кому не удавалось, понимаете, вот так его мало того, что схватить, но еще ножик в горло представить, я думаю, что спасла его, то, что он был таким вообще верующим, понимаете, каким-то этим религиозным верующим. Так что вот, но он по фильму, как говорится, умудрился с ней даже переспать, как сейчас, Татьяна Салмановна помнит по фильму, понимаете, это Хюрем Султан, все за ним следила, следила, вот, а он такой, понимаете, поехал во дворец к этому, как называется, к его, как его звали-то, я уже забыла. Ну, где была его сестра, его сестра, в общем, во дворец его сестры, а там она прислуживала, эта женщина, вот, и он такой, я останусь на ночь, я останусь на ночь, а сам на нее глаз положил. А Хюрем Султан за ним все мониторила, где он там на ночь остается, вот, так что вот. Так что, представляете, вот так вот, а он с ней вот в ту ночь, там, я, конечно, не знаю, там показано так, что он ее пригласил, ну, там, где в ее комнату покоя, в его комнате, где он ночевал, и там показано потом, что она выходит, а тот увидел, понимаете, там другой вот этот судил, как же он поймёт, как они, как они, как они, как они звали-то, я уже забыла, надо припомнить. И вот это проголей-то, вот, который проголей-то, вот это, да. Он обещал ее, как невесту, своему другу, а этот с ней переспал, и он ей сказал, чтобы она никому не говорила, вот чего. Это вообще, вообще, просто анекдот. Я вот думаю, надо же иметь такую интуицию, понимаете, вот она там ходила около него, и, понимаете, она вот ходила, и все, и все старалась сзади, понимаете, сзади него встать, чтобы накинуться, а ей всего лишь надо было накинуться, ножик, понимаете, ножик вытащить, и все, вы поняли, да, ей всего лишь надо было. И она все уличала момент. Это ж надо, в общем, как бы не про, в общем, интуиция, в общем, как-то вот так вот. Вот, а она вот с таким вот этим манером, я же фильмы два раза смотрела, Стина Сломанна, вам много чего по этот фильм может рассказать. Так что, вот, единственное, это все, из всех, ты знаешь, там показано вот так вот, вот так вот, вся его жизнь, но не вся, но в большей части, в общем, так, она вот единственная, ей вот туда вот, вот тут я просто, у меня высветилась, вот эта вот штука высветилась. Вся охрана стоит, все стоит, она вот так вот схватила, вот эти вот его схватила, вот так вот, и вот с чем, а хотите, я вам покажу? Хотите, я даже загружу эту серию? Сейчас я вам покажу. Сема Сломанна сейчас покажет. Меня больше всего удивляет, меня больше всего удивляет, что он с ней, там такие другие были симпатичные, там какие-то вот эти вот в гареме, там вот, а он именно на нее соблазнился, на эту, которая вот эта вот, на самом деле, умудрился с ней переспать. Это настолько, я считаю, что анекдотично, что просто вот это вот. Я, если честно, немножко помню. Ну, ты же не опыта. По-любому. Сейчас я перелистну. Чего находят на ошибках, я так не у всех. Здесь. Мне надо, чтобы ты отпустил. Как ты это допустил? Как могло случиться, чтобы дворце оказался предатель? Вы обязаны охранять жизнь повелителя. Каждый из трёжней должен быть допрошен очень-очень тщательно. Где родился, где сейчас находятся родственники, есть ли братья, сёстры или подружки? Если будет допущена хоть одна ошибка, я казню всех, потому что все это заслужили. Мы понесляемся. Другим, у Паши я сейчас сообщу. Подожду его здесь. Пронеси мне прохладный шербет. Ребята, Расултан пусть тоже придёт. Смотрите, как она идёт к нему. Смотрите, как она идёт к нему. Смотрите, как она к нему идёт с этим шербетом. Ну, девушка, конечно, симпатичная. Я, конечно, понимаю. Выглядит приятного аппетита. Ты всё передала? Да, всё. Они сейчас придут, видите? Вот, смотрите. Спеши, исполни клятву, час настал. Смотрите, вот она. Не приближайтесь. Видите, как за спину зашла. Обратите внимание. Вот тебе и конец, Сулейман. Стоять! Не приближайтесь! Стоять! А теперь я уничтожу тебя! Кто ты такая проклятая? Поверите! 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 Поверите меня? Да! Правда! Значит, тебя послал Лаэш. Да. Бойтесь нашего господина. Султан Сулейман Беумляш. Повелитель. Эта женщина проникла сюда, чтобы убить меня. Жиряк. Ибрагим Паша приказал ей. Он специально поселил здесь Садыку, чтобы убить тебя. Давай, Фиран, берези. Бросьте ее в подвал. Стойте, пустите меня, пустите. Мы умрете. Пустите, мы умрете. Пустим, стой. Ты не в себе, Фиран, что-то случилось. Нет, вы видите, со мной все в порядке. Ибрагима Паша что-то сказала. Вы видите. Так что вот, обратили внимание, что стоило ей только, стражники стояли сзади, стоило ей только шагнуть за его спину, как она сразу на него набросилась. Поэтому, на самом деле, вот, поэтому такие правители, они не любят, чтобы сзади них кто-то находился, ну и вообще, вы поняли, да? То есть, и она охотилась, там, я не знаю, там месяцы, понимаете, месяцы, чтобы вот за его спину зайти. И только ей это удалось, понимаете, только ей удалось, она сразу на него набросилась. Поэтому, знаете, вот это, чтобы никто там не ходил за спиной, чтобы никого за спиной не было. Так что, вот, в этом, пожалуйста. Ну, вот фильм, я не знаю, так показано, так показано, так показано, в общем, я как бы, ну, в общем, что это такой момент какой-то вот этот. Меня просто, знаете, из чего удивило, он такой вообще очень верный, понимаете, было вот это Хюрам Султан, он как-то редко здесь показано, кем-то там увлекался, понимаете, увлечься именно вот этой вот. Как она только еще, знаете, его ночью, когда там вот в этих покоях, я вообще удивляюсь, она бы тоже могла на него там накинуться, понимаете, вот этой ночью. Вы поняли, да? Но ножик она, наверное, забыла взять. Он-то ей сказал, она в его покое без ножа, наверное, зашла. Он ее там оставил, она хотела сказать, что сейчас приду, хотела ножик с собой взять. Вот. Но ей, наверное, не удалось с собой ножик взять. А так бы вот на самом деле все, наверное, накинулось бы на него вот это вот, с этим ножиком. Но это я так, я вам пересказываю, я просто вам пересказываю вообще вот этот вот, ну, просто таки, у меня вот, я вот вспомнила, знаете, вот этот большой, знаете, большой сериал, столько вот этих серий, столько вот этих серий. Так что вот, ну, в общем, ладно. Но еще по фильму, как я смотрела этот фильм «Великолепный век», там, в принципе, там всего показано несколько вот этих женщин, в которых он за все вот это время переспал. И когда Хюрем узнавала, для этих женщин был просто приговор, короче, для них. Они должны были или уехать, или, короче, с ними, в общем, они там не могли оставаться. Это на протяжении всего фильма было, это показано, это показали вот эти вот, кто делал этот «Великолепный век», так показано. Так что вот, вот такие вот дела. Как только она узнавала, в общем, о каких-то вот этих вот, то все, короче, все. Так показано, показано, в общем, пересказывать вам не буду, может, потом как будет, расскажу. Так что вот. Просто сам факт, правда, очень, правда, удивительный, такой вот вообще удивительный. Мне неизвестно, что могло бы быть, если бы она, знаете, вот эти вот свои покои, взяла бы вот этот ножик, понимаете, вот этот вот. Так что вот. Не, я позови врача. Не, да. Да, просишь ее. Когда приходит письмо от дядя, он дает его мне. Он ограничивает меня в рамки. Он ограничивает мою свободу. Мне в тоскорце к ныне. Ну вот как. Дальше, два. Вот он, что-то нет, а завтра. Отказначение письма. Построенный мост. Каждый должен увидеть и признать. Теперь можно умереть. Но нельзя отступить. Готовься. Я вам лох, я обеспелек. Огонь! И враги, паша. Слушай, повелитель. Есть вестяй столицы. Отказначение письмо. Отчет прислал. Все нормально. Ну, отчет. Слушай, повелитель. Слушай, повелитель. Мобиль. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил Маратович, вы слышали, что сказал султан Сулейман? Так что это вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА